Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Елена Губнова. Со мной в студии врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Уважаемые телезрители, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, предлагайте свои темы для обсуждения. Мы ждем ваших звонков, ваших историй. Может быть, продолжение того, о чем мы уже говорили. Может быть, каких-то новых вопросов, комментариев. В прошлой программе мы говорили о бессоннице. И под занавес нашего разговора у нас в центре внимания появилась тревога. Может быть, начнем сегодня разговор о тревоге, о разных видах тревоги. Как вам идея? — Хорошая идея. Мы с вами ведь предварительно сегодня, по крайней мере, в паре фраз эту идею наметили. Ну, такую возможность. Но вот я сейчас о чем думаю. Вот что важно, на мой взгляд, и к теме бессонницы, и к теме тревоги. Я предлагаю поговорить не столько о тревоге, сколько о людях, у которых есть тревога. То есть, если говорить о тревоге, то это как будто некий феномен, отдельно существующий, где-то присутствующий сам по себе, который периодически возникает или случается, ну, как будто, да, как говорят, ветром принесло. Тревожатся люди. Тревога не сама по себе. Она возникает как некое переживание или некое чувство. Тут можно по-разному, да, ее квалифицировать. Но это важно. Почему? Потому что дальше я так себе примерно представил, о чем я могу сказать в плане тревоги. И это, в первую очередь, конечно, разговор о людях, как я сказал. И это, ну, может быть, какие-то истории, кусочки истории конкретных людей. Не тревога вообще. И в этом плане такой подход, может быть, его особенность в том, что нет универсального средства от тревоги. То есть нельзя тревогу назвать как что-то единое такое, да, общее, и найти какие-то универсальные средства. Хотя люди так или иначе стараются эти универсальные средства найти, единую таблетку, какие-то правильные мысли, правильное какое-то поведение. Что мне сделать, чтобы я не тревожился, да, или не тревожился? Но дальше возникает вопрос, а что происходит, или о чем вы думаете, или как вы понимаете свою тревогу? Вот в этом смысле, да, давайте поговорим. Это интересная тема. На ваш взгляд и опыт как специалиста, тревога – это нечто, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни, или появляется в какие-то определенные периоды жизни? Ну, это не… если так в широком смысле, это не моя идея, но мне она симпатична, идей по поводу тревоги много. Какая? Что мы в течение всей жизни так или иначе испытываем некие переживания, или некий комплекс переживаний, который мы могли бы назвать тревогой. Когда-то эти переживания острее, когда-то эти переживания почти человеком не ощущаются, и он мог бы сказать, что тревога отсутствует. Вот. Вот. Смотря… Тут опять важно, что мы понимаем под словом «тревога». Я предлагаю сегодня под словом «тревога» понимать некое чувство, некое переживание, которое является, ну, таким сигнализирующим самому носителю тревоги, что что-то изменилось, что-то происходит, может быть, что-то угрожающее для него, может быть, что-то опасное, но что именно он пока сам не очень знает. Этим тревога отличается от страха. Ну, традиционно принято разделять тревогу и страх. Страх – это, если короткую формулу, это объективированная тревога. То есть, когда человек знает, чего он боится, это уже не тревога, это уже страх. Вот. А тревога – это такое переживание, где объекта нету. То есть, человек, ну, по большому счету, не может сказать, по поводу чего он тревожится. В той или иной степени. Также разделяют, мы сегодня тоже, наверное, много об этом не будем говорить, но полезно об этом знать, что есть люди, ну, вот так вот, от рождения более тревожные, тревожные характеры даже иногда называют, да, или тревожный спектр характеров. Ну, вот присуще человеку с самого детства генетически. Вот, да, да. С самого детства человек ощущает себя тревожным. Ну, и, конечно, на то, чтобы вот такой, может быть, тревожный характер или тревожный склад личности формировался, могут влиять, ну, какие-то факторы в течение его жизни, особенно, как сейчас принято понятать раннего. Ну, то есть, как генетические этапы и цепочка событий. Ну, врожденные, да, врожденные и ранние периоды жизни, где закладываются действительно, мы сейчас это разделяем, мы специалисты хорошо понимаем, ранние годы жизни, где закладываются, ну, какие-то базовые вещи, если в этот, знаете, как раньше рассказывают, для того, чтобы раствор был крепкий, ну, вот наши предки там яйцо добавляли, еще что-то, метафора, да, вот, и когда фундамент маленького человека строится, вот, иногда там какие-то добавляются события, связанные с тревогой. Вот тревога в фундаменте находится, то есть, человек ощущает, что у него фундаментальная тревога, она тревога во всю глубину, то есть, он не видит дна этой тревоги, да, и эту тревогу, он иногда с самого, с самого детства, ну, вместе с родителями, да, иногда потом во взрослом возрасте приносит специалисту, вот, и буквально так и рассказывают. Я вообще, ну, там меня что-то в большей степени стало тревожить по привычке человек свою тревогу все-таки к чему-то, ну, например, я тревожусь за детей, я тревожусь за свое здоровье, я тревожусь за... Курс доллара. ...благополучие, вот, какое-то, но я чувствую, что, то есть, я знаю, что эта тревога была со мной с самого, там, рождения, сколько я себя помню, с детства и так далее. А некоторые люди говорят, что, в общем, раньше я не был таким тревожным человеком, это вот стало, ну, с определенного времени, например. Алексей, ну, может быть, припомните, не жду прям мгновенного ответа от вас, как описывали ваши пациенты вот этот комплекс чувств, которые мы сегодня называем тревогой? Ну, описывали, не называя это тревогой, а как-то, вот, не знаю, или в симптомах, или как-то в переживаниях? Ну, у тревоги очень выраженный телесный компонент, и люди часто тревогу описывают именно через какие-то телесные переживания или ощущения, да, это сердцебиение, учащенное дыхание, разного рода переживания, вибрации, тряски, дрожжи внутри тела, это ощущение слабости, ну, бессонница тоже, как мы в прошлый раз говорили, связана с тревогой, это такая нарушение функции работы органов, ну, человек говорит, я вот, что-то мне как-то было так беспокойно, что вот мы куда-то там пришли в компанию, я не мог есть, кусок не мог приглотить, кусок не лез в рот, да, или моя тревога так выражается, что я не могу далеко отойти от туалета, у меня завтра экзамен, но я чувствую, что вот меня все время на горшок тянет, да, вот, ну, и так далее, там масса каких-то вещей, плюс мысли, безусловно, со мной что-то не так, у меня что-то заболело, у меня где-то, ну, боль, да, тревога и боль близко, то есть где-то закололо, где-то забурлило, где-то мурашки побежали, где-то жжение какое-то появилось, все это носит обычно, если мы отделяем тревогу от каких-то неврологических заболеваний, это обычно врач-психотерапевт такую штуку производит так или иначе, да, то если в неврологическом статусе боль обычно имеет какой-то характер такой, локализованный в одном месте, то здесь она может перемещаться, то одно место отболит, то другое, ну, там целая система, как отличить, да, боль, связанную с психическим компонентом от неврологической боли, вот, ну, и мысли навязчивые, много раз крутящиеся в голове, мысли определенного характера о том, что что-то нехорошее должно произойти или уже произошло, произошло внутри меня, какая-то, может быть, катастрофа или я на грани катастрофы, инсульт, инфаркт, там, я не знаю, онкология, да, ну, частая такая тема, или в будущем. Такое, скажем, если подытожить и не углубляться, весь спектр не называть, то обычно человеку свойственно все-таки, вот, есть такое выражение, свободно плавающая тревога, то есть мы выяснили, что она ни к чему не привязана, и человек, ну, как будто берет эту тревогу, в кавычках берет, и пытается ее к чему-то привязать, то есть объяснить себе, по поводу чего он тревожится. Тем более, что близкие, окружающие очень часто его, собственно, к этому склоняют. А по поводу чего тревога? Ты что такой беспокойный, да? Что случилось, да, они говорят. Что там? На работе что-то, в семье что-то, заболело у тебя что-то, да? То есть вот, и очень часто для этой тревоги нет, ну, каких-то таких объективных причин, да? Да все нормально, вроде бы, хороший, там, день был, или впереди ничего страшного, там, все нормально. Ну, вот такая, какая-то возникает тревога и беспокойство. То, что человек несет. Парадокс может быть в том, что сейчас, если переходить к каким-то случаям, я вроде бы их анонсировал, и вспоминать. Я хочу перед этим обратиться к нашим телезрителям. Если вы узнаете себя в рассказах Алексея, или у вас это как-то происходит по-другому, позвоните нам, расскажите, мы готовы с вами пообщаться. Вы интересно рассказываете? Я включена настолько, что даже не задаю вопрос. Я слушаю и слушаю. Ну, я, как мне думается, сейчас еще все-таки отвечаю на ваш вопрос, чем проявляется. И вот ваш вопрос телезрителям, узнаете ли вы себя, он очень часто бывает ключевым для людей. То есть они буквально такой, прежде чем, например, прийти к психиатру, психотерапевту, неврологу, вот такой путь проходят. Вот что-то со мной происходит. Говорит, что-то мне как-то вот, как-то мне вот все как-то не так. Вот что-то тут болит, тут колет, тут я не сплю, тут какие-то мысли. Да по-разному описываю. Я даже своих знакомых вспоминаю, где молодые девушки описывают. Вот сижу вечером дома, и потом вот что-то внутри назревает такое, что побуждает меня выйти и вот несколько кругов вокруг дома. Быстро походить, походить, походить. Вот потому что иначе... Двигательное беспокойство, да, безусловно. Вот. Я хотел сказать, что вот этот вот механизм сличения, то есть люди, испытывая эти переживания, заглядывают в интернет или в книги, еще куда-то, и через некоторое время они оттуда возвращаются с найденным названием своим переживанием. У меня оказывается тревога. Это часто бывает, что человек не квалифицирует свое состояние как тревожное. То есть оно может быть названо как угодно, но не тревогой. И вдруг вот он находит для этого подходящее название, и оно годится. Вот. У меня тревога. Вот буквально, если вы нас слушаете и вы испытываете что-то подобное или близкое, то и не знаете, как это называется, то вполне можно, ну, такое рабочее название этому присвоить – тревога. То есть выдвинуть гипотезу о том, что, возможно, вас беспокоит тревога. Идея выдвинуть гипотезу очень хорошая. То есть хорошая в том смысле, что когда человек начинает, когда человек сталкивается с какими-то феноменами, неизвестными в его жизни, он начинает выдвигать гипотезы. То есть он не сразу, не сразу имеет знание какое-то в полной мере, да. Он сначала выдвигает предположения. Это кажется то, это кажется это. Просто в кабинете психотерапевта мы очень часто говорим о предположениях, о гипотезах, которые со временем становятся уверенностью или знанием человека о самом себе или о самой себе. Вот. И, ну, это, безусловно, уникальные знания. И так, как я сказал в начале, тревога у всех такая разная, у всех индивидуальная. И у кого-то тревога о том, что ничего не происходит. То есть приходит человек, и я его спрашиваю, а по поводу чего вы тревожитесь? А он говорит, да у меня все нормально, или все как обычно. Потом оказывается, что это все как обычно для него длится уже в течение длительного времени, и это начинает его тревожить. Ну, никаких изменений не происходит. Он где-то там, как это, неосознанно, да, подспудно понимает, что изменения какие-то должны быть. Ну, мы не бессмертные, не изменяемые существа. Вот. И, конечно, это такую большую тревогу вызывает. Рождаются дети, возникает тревога определенного свойства. Уезжают дети, возникает тревога определенного свойства. И вообще, вот вначале я сказал об этом, это очень хорошая идея, на мой взгляд, рассматривать тревогу, в первую очередь, с позиции сигнального, сигнального свойства тревоги. Тревога о чем-то, ну, скажем так, свидетельствует, она о чем-то говорит, в кавычках, да. То есть она является неким маркером каких-то изменений, которые происходят, или изменений, которые должны произойти, но человек по каким-то причинам не организует для себя эти изменения, да. Например? Пример первого или второго? Любой пример. Я вклинилась до этого, когда, мне кажется, вы уже готовы были говорить о каких-то примерах. Пример про подростках, вот мы периодически говорим, ну, может быть, мне это интересно, не может быть, а я знаю, что мои дети сейчас, вот, примерно, ну, в среднем, 20-летнего возраста, назовем это так, старшие подростки, молодые, и, конечно, молодые взрослые, и, конечно, я с ними общаюсь, наблюдаю за их ростом, и наблюдаю на приеме их сверстников, которые приходят. Тревога того, что ничего не происходит, ну, тревога молодых людей, которые уже могли бы или должны сделать шаг во взрослую жизнь, уехать в другой город, потому что именно там тот вуз, который их манит, или которым они себя манят, но они не переезжают в силу, там, определенных причин. Например, хотя бы в силу того, что взрослые слишком напуганы переездом, ну, как это так, там, сын или дочь куда-то уедет, они не поступают на то направление, которое учебы, которое они выбрали. Ну, родители говорят, ну, вот ты будешь музыкантом, и какой от этого прок? Иди экономистом работай, ты всегда найдешь, или сейчас там, программистом, IT-специалистом. Вот, музыкантом будешь стоять в переходах с этой, со шляпой, вот, а программисты везде нужны. Выбор, очень сложный выбор, да, иногда это невозможно совмещать одно и другое. Откликается ли это тревогой? Безусловно, откликается, потому что, ну... Ну, и там получается ловушка такая, когда сначала родители тревожатся о таком, не знаю, будущем ребенка, но чтобы оно было уже гарантировано, с хорошей высокооплачиваемой работой, с востребованным образованием. И когда, казалось бы, сделаны шаги для преодоления этой тревоги, вот как вы описываете, ребенок поступает учиться на программиста, а он хочет быть музыкантом, то одна тревога заменяется другой. Тем ли делом я занимаюсь, да, а вот я хочу бросить, а как сказать про это родителям? И родители, например, видят, если что, ребенок без особого рвения учится, у него начинается, ну, начинает проявляться сниженное настроение, апатия какая-то. Вот то, как раз, с чем приходят к вам родители со своими вот этими взрослеющими детьми про утрату смысла. Вот у нас несколько программ с вами было посвящено утрате смысла у молодых людей. приходят супруги с тревогой, супруги с хорошим большим стажем совместной жизни, ну, скажем, 15-20 лет, и они тоже приносят тревогу на семейные встречи, они приносят тревогу вот этой совместности как будто бы уже исхоженный вдоль и поперек, я его знаю как облупленного, я ее знаю как, ну, и так далее, да, то есть они все друг про друга знают уже, вот, и они что-то начинают говорить про чувства или, может быть, они ничего про чувства не говорят, потому что чувств, кроме может быть, раздражения или чувств, кроме привычного сосуществования, ну, мало каких осталось, да, и они тоже обеспокоены тем, куда это все дальше будет двигаться, это я имею в виду семья, как вот некая такая система, вот, ну, в общем, каких-то таких примеров, вот я сейчас задумался, у меня еще какие-то были, ну, может быть, сейчас вспомню, вот интересные, может быть, да, в коллекцию примеров, вот приходит женщина и говорит, я пошла сам по себе ход, да, чтобы было понятно, вот, на таких примерах я сам учусь тому, как, наверное, функционирует психика у человека, вот приходит женщина и говорит, я обратилась к специалисту, ну, пусть к психиатру, с тревогой, он выписал мне препараты противотревожные, я начала пить, и моя тревога усилилась, из этого факта мы можем сделать несколько допущений и их проверить, все я не буду делать, ну, первое очевидное допущение в рамках медикаментозной терапии женщине не подходит этот препарат, нужно другой, причем усилилась, когда на первый день, на второй, там, через неделю у нас тоже, да, есть понимание в течение какого времени клинический терапевтический эффект у препарата возникает и так далее, и так далее, да, но я сейчас опускаю массу подробностей, в каком-то смысле, конечно, работа психотерапевта это работа, ну, вещейки такой, детектива, это работа, да, Шерлока Холмса, вот, и смена препарата, ну, окей, есть истории, когда препарат другой, но тревога не уходит, вообще мне не помогает, ну, вот, почему-то мне не помогают препараты. Одна из гипотез, которая появлялась в подобного рода ситуациях и была опробована, и, скажем так, оказалась рабочей, гипотеза о том, что человек несет вот свою тревогу, то есть свое беспокойство о чем-то, о чем-то важном, специалисту, и в ответ получает таблетку, препарат, который должен эту тревогу уменьшить, и вместо уменьшения он увеличивает. Как это можно услышать? Это можно услышать таким образом. Вообще-то, я хотела бы, говорит потом женщина, понимая, уже когда мы разобрались, вообще-то, видимо, я хотела бы быть услышанной, я бы хотела, чтобы мы эту тревогу разобрали, чтобы мы к этой тревоге каким-то образом отнеслись, чтобы мы, ну, начали выяснять. В тот момент, когда она приходит, она этого пока про себя не знает, но это работа как раз психотерапевта, психолога, да? Она и приходит, наверное, за быстрым решением избавиться от неприятных ощущений. Может быть, но где-то там в глубине себя она уже тогда понимает, что ей нужно что-то другое, нежели препарат. И когда она получает препарат, она вместе с ним получает еще сигнал о том, что ее тревога не будет разбираться, ее тревоге не будет уделено внимания. И, соответственно, в связи с этим тревога действует в кавычках, как и должна действовать любая сигнальная система. Ее, на нее неправильно отреагировали, да, то есть неадекватно ее прочитали, и она усиливает свой сигнал. То есть тревога говорит, мне, ну, говорит в кавычках, да, человек говорит при помощи тревоги, мне нужна не таблетка, или, по крайней мере, мне нужна не только таблетка. Это как раз то, о чем мы говорили в начале программы, где вы говорите, ну, хочу поговорить не о тревоге, а поговорить о человеке. Да. И получается, что таблетка-то, она как раз нацелена конкретно на тревогу. Ну, на некий феномен, да. а человек приходит, и он хочет внимания к себе, к своей персоне, к своей личности, и к своим, наверное, еще и другим переживаниям, кроме тревоги. Это очень, с вашей стороны, Елена, мудрое замечание, потому что, да, это правда, потому что в этом смысле лечить нужно не тревогу, ну, лечить, я как медик сейчас говорю, да, взаимодействовать, хорошо, да, скажу как психолог, взаимодействовать, исследовать, разбирать, нужно не тревогу, а человека, у которого есть тревога. Если мы переводим свой профессиональный взгляд и предлагаем это сделать человеку только, фокусируем его только на тревоге, ну, так же, как и на депрессии, там, на бессоннице, мы перестаем, точнее, мы и не начинаем видеть человека с теми трудностями, которые он приносит, да, и тогда это может быть бесконечной историей, тогда вопросы, а сколько мне пить таблетки от тревоги, да, полгода пить или два месяца, а что будет со мной, хороший же вопрос, да, а что будет со мной, когда я перестану пить таблетки от тревоги, ну, хорошо, мне станет лучше, а потом мне придется их пить еще какое-то время. Конечно, есть ситуативные тревоги, я сейчас много вещей оставляю за кадром, но это целая там история, да, ну, я надеюсь, наши телезрители сориентируются, кому нужно. Вот, есть ситуативная тревога, когда человека, вот так вот какое-то событие подогрело, да, и он временно, скажем так, эту тревогу снижает медикаментозными или немедикаментозными противотревожными свойствами, препаратами или моментами, да, алкоголем, да, еще чем-то, что греха таить. Вот, и вроде через какое-то время он говорит, ну да, все, я успокоился. Но периодически так бывает, что если это уже какой-то важный вопрос возраста, наличие или отсутствие близких людей, одиночество, страха смерти, вопрос с детьми, ну и так далее, да, у нас некоторое, их не бесконечное множество, некоторое количество очень важных фундаментальных вопросов, елом хорошо о фундаментальных вопросах, он там, по-моему, пять или шесть вот таких важных фундаментальных, там, вопрос смерти, фундаментальный вопрос, вот, хочешь, не хочешь, ты от него не открутишься, да, вот, и эти вопросы периодически в жизнь человека стучатся, в личную жизнь человека, ему приходится самому себе на эти вопросы что-то отвечать, они стучатся при помощи тревоги. У нас буквально пару минут до конца программы, подводя итог, мне кажется, мы сегодня хорошо описали, какое напутствие, может быть, телезрителям, вот под занавес нашей программы. Ну, может быть, оно странное, какое-то декларативное будет, но я стараюсь, что ли, или мой посыл такой к тем людям, которые приходят в кабинет с тревогой, давайте не будем делать поспешных выводов, бояться, говорить, что это катастрофа, давайте ее, ну, уважать или слушать, вот, наверное, так. То есть тревога – это хороший такой индикатор, что пора заглянуть к себе в внутренний мир. Как и в прошлый раз мы говорили о бессоннице. Знать, куда, да, все верно, да, знать, куда, и тогда все получится, или многое, по крайней мере. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, что по вторникам у нас прямой эфир. Смотрите в Ютубе архив программы, задавайте вопросы, комментируйте. Мы с Алексеем готовы разговаривать по душам. Переживайте тревогу, да, и всего вам доброго. До свидания.